доброго времени суток друзья мои уединился я в келью где сейчас проживает брат максим чтобы он меня не смущал посторонними звуками буду сейчас из последних сил собирать вдохновение чтобы рассказать вам историю про башкирию красная зона и как бы мы остановились с вами на том что закончился ненавистный карантин скажет нос чешет сопли чё-то текут вообще вдохновение у меня на нуле сегодня поводом для того чтобы именно сегодня выпустить продолжение явились те сочувствующие донатеры которые посочувствовали что 21000 просмотров принесла 1000 рублей по 21 копейки там скинулись люди а я знаете о чем подумал не то чтобы я там какой-то крохобор я собираю деньги на сену мне не хочу резать коров а продать их сейчас не представляется возможным это длительный процесс искать покупателя на породистую корову она не дешевая у меня все готово сыроварня все вот часто кавари и радуйся но в этом году что-то пошло не так и я сейчас ним не рассчитывают только на донат и сегодня я отправил большую партию молочки в тверь 10 килограмм масла 50 килограмм творога но там плюс сметана сливки большую головку сыра что-то что-то и три ведра молока парного вот поэтому там тоже какие-то дивиденды будут но сейчас покупательная способность снизилась люди все в отпусках и поэтому творог сейчас уже не по 300 рублей по 200 берут ну и так далее отношению у нас с дионисием братские то есть я ничего там не перевешиваю ценами не интересуюсь они продали что-то там себе оставили что-то прислали мне поэтому я сказать про какие-то конечные результаты не могу но точно знаю что без ваших донатов на сено на всю зиму я не накоплю все на мне нужно примерно 15 тонн то есть на каждую корову 3 тонны 3 корову 10 тонн сены и там 20 кос на 7 коз это как одна корова короче считайте сами все но в этом году стоит 2000 рулон большой не совсем большой такой средненький ну то есть как бы и на сегодняшний день вот вчера ребята за донатили за продолжение башкирии вот сейчас два рулона привезут еще не известно какого качества но суть не в этом у меня башка сейчас забиты сельским хозяйством я все утро тут фасовала отпускал эту молочку выгонял коров на пастбище чистил двор бегал за козами чтобы они в деревне там не атаковали был посуду после всей этой молочки сейчас продолжает это на этом поприще трудиться максим он недавно проснулся и домывает посуду за двоих чуть поправил одеялку и как бы поехали значит башкирия поднимая себя из карантина в отряд ну и как бы вот этот вот натиск края краснючего беспредела продолжается и в лагере тоже то есть по прибытию в отряд из карантина местные козы отрядные начинают массово и всеми возможными способами от работа на методике начинает грузилова моральная физическая вода давление оказывают там да ну то есть вот как бы сломить нагнуть загнуть указать показать наорать вот это все такой прессинг со всех сторон идет и как бы я с этими как конечно никогда не сталкивался я думаю сейчас в лагерь поднимусь может полегче будет да ни хера значит глав главный козел отряда это это завхоз его правая рука которая отвечает за дисциплину так называемый мент отряда это СДПшник не помню как его звали длинный такой татарин потом там еще есть санитар какой-то санит я не помню как эта секция называется санитарная который следит там чтобы ты мыл руки мыл полы заправлял кровать он всегда за тобой ходит маленький такой дрищ страшный по-моему он был чуваш и вы знаете вот эти вся вот эта поволжская группа она у меня какое-то время вызывала лютую ненависть все кто там живут марийцы чуваши там башкиры татары я бы меня прям рыгать хотелось я прям ненавидел эти национальности потому что я не сталкивался на свободе вот я столкнулся с ними в тюрьме и увидел что это все козы это коза такие лютые мерзкие твари я прям возненавидел все поволжские национальности одновременно и очень долго это продолжалось до тех пор пока я в дальнейшем на свободе не подостыл немножко не не разнивелировалась моя психологическая травма я начал встречать людей этих национальностей совсем другого формата жизни как бы и у меня все устаканилось последней каплей чаши была татарская бабушка она сейчас в тренде она везде учит свою внучку какие там найти жениха татарина и как надо по хозяйству вести что зачем-то ногти да как ты можешь таком купальнике ходить вот после этой бабушки татарки я влюбился в татарский народ и понял что мое мнение было ошибочно но на тот момент меня раздражало вообще все все вот это татары башкирская они не разделяю как бы вот язык вот это на котором они разговаривали их не фамилии вот эти галимов галиев так хотелось не знаю в скинуть туда атомную бомбу просто но нам настолько беспредельно все этого настолько это явно вот просто ну не знаю вот поломка психики на всю оставшуюся жизнь с этим до этого четыре лагеря особый режим там лебедь там все в уралах там ну чтоб какая-нибудь коза тяпкнула когда-нибудь хоть где-нибудь у нас эти сэдэпэшники на особом режиме на азанке каждый барак в открытой зоне был окружен локалкой и на каждой локалке стояла вышка на этой вышке стоял сэдэпэшник я его даже лицо никогда не видел там где-то за стеклом подходишь позвонил он будет куда я бы открывай сука и он открывает это сэдэпэшник на особом режиме здесь какой-то санитар дрищ может подойти дать тебе за трещину и сказать ты чё сука так плохо кровать заправил тебя кантиков нет кантики как в учебке прямо так вот знаете 90 процентов подушечка взбито он может тебя десять раз заставить перезаправить кровать если ты ему покажешь зубы то пойдешь на прогулку и там ты будешь висеть кверх ногами с отбитыми почками первый пресс который на одно дело когда там вот ты написал это заявление на а4 формат это просто сделано для того чтобы ну для того чтобы для того чтобы на тебя был компромат чтобы очернить если ты если ты до этого нес ну гордо свое свое доброе арестантское имя по всем лагерям командировкам там и и пересылкам то здесь его стерли здесь всегда тебе могут показать эту бумажку сказать умри плесень но вы понимаете разница между тем что написать фиктивное заявление как бы и или действительно одеть повязку и пойти ловить мужиков тащить их на вахту чтобы их там избивали но разница есть я не знаю может кто-то не видит там пишут ты краснючий стал доники никакой я не стал краснючий я щас по порядку расскажу кстати возвращаясь в карантин там было около 50 человек примерно и соответственно там за две недели до меня дежурство не дошло поэтому то что я говорил что там парашу заставляет мыть на самом деле я думаю что это ошибочное было воспоминание но лично я вообще не дежурил не то что я оправдываюсь надо меня дежурство просто не дошло те кто дежурил они они все-таки не мыли парашу потому что в карантине в карантине был свой пинч как бы и парашу все-таки мыл он это вот какие-то остатки и еще еще одно преимущество она немаловажно и для красного лагеря для на и красню чего это то что все таки петухи жрали отдельно и у них была отдельная посуда это дофига делов потому что во многих местах посуды килишованы и заставляют всех жрать из одних и тех же шлема ну короче когда я поднялся в отряд вот только я пришел тут тут же на меня сразу пришел этот мент отряда завхоз санитар и еще какой-то там дневальный они меня прям вчетвером затащили в коптерку и начали бить просто так без объяснений причин ну как бы не то что там не убивать там ну под дых там жути гнать и чё сук потом этот вроде завхоз говорит ладно ладно не трогайте его парень нашинский типа говорит и мне говорят ну димарик давай это самой мозги не компасирует мне дневальный нужен будь дневального у меня но это все вот не стать дневальным это уж точно покраснеет ну я так аккуратно технично я бру слушай но я не справлюсь это не моя тема там опять били-били-били будет дневальным не буду короче часа три длилась экзекуция дневальным я быть не согласился ссылаясь на то что я профессиональный шлей у меня дипломированный специалист скорняк раскрощик швей моторист как бы я пойду работать на швейку и как бы не то чтобы хлопцы да я прям мечтаю ставлю не кстати знаете какая параллель между блатным миром и красным люди одни и те же вот этот вот божья его звали это стал в переводе с татарского свояк типа володя его звали он русский парень оттуда из уфы он до этого был он до этого смотрел за отрядом то есть это был смотрящий а когда ему надавали тумаков он стал завхозом отряда то есть ну как бы все равно какие-то нотки какие-то дальние людского прослеживаются он например очень как реагировал такой как подраненный знаете когда вот один раз он мимо нас проходил и и он просто ну из контекста услышал вырванный кусок я города ладно порядочно так остановился у нас побледнел вы за кого базарить из-за меня что ли ну то есть понятно что человеку который переобулся и стал милиционером но и у него на душе не все в порядке да он тяпкает гавкает там он таскает в милицию но в душе у него рано это не даже не обсуждать если конечно это вообще не мерзостная тварь короче дивальными я не стал вышел я на швейку и в отличие от гиркина который сейчас я ему вчера написал кстати электронное письмо через уин не знаю придет ответ не придет но он сейчас отбывает наказание и к 5 в этом в кировской области как он называется черепец как городом кирова чипец коз я даже был там на свободе искал игровой автомат сначала был в кирове а потом начал окрестные города объезжать ничего не нашел но вот игорь гиркин работает в раскройке в башкирии в раскройку был попасть не вариант для я вот про карьерный рост хотел сказать допустим если взять черную командировку пришел какой-то молодой парень и он ну как бы мурчит да то есть блатное вот он прям стремящийся там блатное вот все людское воровское там к людям поближе ему и ему и он ну как грузит там за отрядом например там да или там за промка или за санчасть или за столовой как бы а самый пьедестал наивысший это смотрящий за лагерем или положение если ты там знаком со старшими братьями то могут тебя загрузить за были и молодые ребята были и и и и бывало и тертые калачи ну как бы и вот вокруг этого положенца формируется костяк из его близких которым он доверяет они вместе там делят общаковые бабки распределяют вместе колется вместе там обыгрывают кого-то в карты и так далее то есть это вот ну такой блат сенат который собирает сливки все возможные которые только можно собрать в данной ситуации так вот эти же люди переобувшиеся создают приблизительно такую же прикинтовку краснючую и у них самая блатная должность естественно это там нарядчик мент зоны это те которые ходят в чем хотят могут там нахер милиционеры послать которые ну как бы у них очень много власти а там они отжимают у кого-то квартиры где-то на аперов работают где-то сами на себя могут прийти там вещи у тебя отнять люлей тебе надавать и так далее то есть ну принципе безграничная власть у них им принадлежит это все те же самые люди то есть у нас на десятке башкири нарядчиком был парень я не помню как его звали кстати у меня о нем очень хорошее впечатление я не видел где-нибудь чтобы тяпкал гавкал или каких-то мужиков за шкирку таскал на вахту там или на прогулку такого не было всегда всегда спокойно улыбающийся всегда рассудительный так вот он раньше был положенцем в этом лагере не смотрящим а положенцем его поставили воры а потом он стал нарядчиком ну и как бы и так и и так повсеместно каждая козья должность которая была более-менее хлебосольная она была занята каким-нибудь бывшим блатным естественно между ними там подковерная борьба каждый стремился там пролезть на на вершину как-то улучшить свое положение в табеле о рангах да не у всех это получалось кого-то зажевывали кого-то подставляли кого-то сдавали короче вот это сучья краснючая петушиная блядская вот эта дыра клубок вот этот змеиный он крутился круглосуточно не давая расслабиться не на одну минуту естественно так же как и как и в черных лагерях там и а теперь в красных щемили кого одну самую самую к социально незащищенную прослойку мужиков на швейке была своя мафия то есть бригадир отряда ряхин у нас такой был рихо риховский риховский такой маленький косой чел который где-то там в сербии воевал с его слов я не знаю так правда это или нет но один раз когда он стал рассказывать что они вошли православный монастырь и увидели что там к стенам прибиты монахи а в середине гора трупов там из священников монахов там и так далее детей когда он этот момент вспоминал риховский он заплакал ну то есть как бы из этого следует что наверное он не врет на швейке работал там в две смены иногда в три смены там по 100 человек я сейчас не буду в цифрах путаться подож может быть я вас обману я не может быть это два раза по 50 или два раза по 100 ну достаточно большой цех шили там плащи ржд сначала потом был заказ от министерства обороны который нам не оплатили потому что мы контракт по срокам не не успели как бы этот мелкий шрифт никто не читал то есть шили-шили ничего не получили вот эта новая форма юдашкинская где 135 карманов со всех сторон и так далее то есть ну как бы было шлей моторист обычный получал там 100 рублей 200 рублей в месяц даже если ты в две смены работаешь то есть даже не 500 100 200 оклады были у раскройщиков оклады были у бригадира там его каких-то блин близких помощников один из которых был педофил маленький гав гафулин как ты его гафаров гафару запомните эту фамилию это башкирский педофил который насиловал детей это уже не первый раз у него был он был маленький страшный похож на вурдалака мерзкий такой вот даже если не знать что это педофил просто его встретить на улице его надо убить просто за одно его лицо за этот запил дырявый его нужно было сразу бы убить там на швейке он надел повязку а повязка это неприкасаемый каста неприкасаемых если ты ему скажешь плохое слово тебя будут два по два или короче прогулка длится два часа стоишь на растяжке два часа тебя побили если они сочтут нужным то еще на два часа продляют и еще на два еще на два то есть я больше шести часов не стоял но люди стоят и по 8 и по 12 потом в перерывах пять минут можно размять ноги или 10 я сейчас не помню и опять встаешь на растяжку если это зима на улице минус 40 это все происходит на улице под открытым небом под решеткой но небо открытое в керзовых ботинках на растяжке минус 40 при этом когда ты приходишь на прогулку первое что делать с тебя снимают все теплое белье то есть ты не можешь как это раньше делали хитрые арестанты ведешь в изолятор на себя что-то там одеваешь термобелье шерстяные носочки ничего снимают носки забирают варежки снимают майки все на тебе остается просто хэбэшка если зима то соответственно ну куфайка и все это если ты будешь огрызаться а если ты не дай бог даже за трещину ему то тебе года два добавят и таких случаев много они показательные суд приезжает в лагерь вот он поднял руку на святое на санитара отряда держи еще полтора года опять в этом козлятники в этом ужатники еще полтора года маршировать на морозе стоять в подъездах вот это просто мука закончилась работа ты пришел в жилку в барак тебя не пускают потому что там идеальная чистота что ты не наследил там ничего кровать не не попортил а в подъезде минус 40 и и все и все стоят все отряды стоят в подъездах и ждут пока там и будут на ужин выгонять или на обед или еще куда-нибудь все передвижения с песнями строим сзади гавкают вот эти три-четыре козы мент отряда завхоз там уже вот вот мне до сих пор стоит уши давай давай выходим давай давай там уже фабрилен вообще шабах гонять нет как баранов от стадо баранов гонят чабаны вот это примерно то же самое один там был который был смотрящий за городом если не ошибаюсь за стерли за стерли томатом но у него что-то было много сроку там и полоса была его приходили по ночам проверяли по бегушник там и так далее ну такой видно что духовитый парень спорт спортсменчик как-то он меня ко мне подошел и говорит чё-то типа исполняешь ты чё людей здесь не видишь я говорю не вижу а где люди-то могут и чё хочешь сказать здесь людей нет я говорю нету и он такой и и три раза цвет лица сменил и отошел от меня но не было там людей во всяком случае если они были то настолько глубоко в подполье что распознать их среди сотен вот этих серых лиц было невозможно надо в лагере чтобы был чай сигареты и пожрать что-нибудь к местным естественно все приезжают если там уфимский там или откуда-то недалеко есть привозят посылочки подкидывают деньжат на лицевой счет там они отовариваются плюс свой оклад если раскройщик там полторы две тысячи это минимум месяц получал на эти деньги можно купить и сигареты чая на 200 рублей ты нихера не купишь и ты можешь там из кожи вон вылезет и не пролезешь не в раскройку хотя я раскройщик дипломированный по шкурам правда не 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 по трикотажу но тем не менее но как бы и вот и как бы посылок мне уже в тот на тот момент никто не присылал приезжать ко мне никто не приезжал то есть вот это к варенье в собственном соку под постоянных люлей постоянно бегом постоянно замерз все время голодный всегда думаешь сука но где бы закурить то взять сразу дудку захватил прям навеяло воспоминания курить только в специально отведенных местах с торца барака окружен заборчиком такой небольшой пятачок там две-три лавочки стоят мусорные ведра и обычно оттуда прям клуб клуб дыма поднимается там одновременно сидит все время человек пятьдесят и все курят все курят у кого есть сигареты сигареты на вес золота найти их башкирии было сложно и поэтому но меня возмущали другие моменты пришел в курилку например да сидишь там что-нибудь свое там гонишь то есть тебя там нагрузили как боинг 747 психологически думаешь бэээ ну как же сука сорваться отсюда и вот под эту мыслю взял вот так вот выбросил бычок бычок еще не долетел до урны по радио там но громкоговорители висят на на плацу там и на каждом бараке говорят осуждены тараканов прибыть на вахту и тут же я уже смотрю меня примуток под руки с двух сторон рядом со мной курили двое осуждены они меня берут под руки и тащат на вахту такие же такие же примерно экземпляры во-первых контингент когда я сидел ну в других лагерях все уралак там харпы дел угодно ну как бы статьи были настолько разные но двести двадцать восьмая за наркотики составляла где-то процентов 25 наверное четверть от общих статей кражи разбой это вымогательство что-то все что угодно как и все вот в одну кучу не когда я попал башкирию не знаю мне кажется 90 процентов сидели наркоманы которые распространяли наркотики то есть ну это было сейчас она сейчас называется народная статья кстати целый лагерь наркоманов то есть это ну это как бы по определению шерсть вот нечисть как который уже там и в жопу на она давала чтобы уколоться и здесь они одели повязки и начали мурчать слова которые после каторжанских командировок меня просто выстегивали друг другу осуждены обращаются ну чё гадьё а тот говорит чё про конча то есть это у них как с добрым утром то за что надо стоять по пояс в крови у них это утреннее приветствия как это можно не стесняясь вообще никого взять подойти вот сидишь рядом со мной куришь взял меня за шкирку и пойдем на вахту я буду ты чё исполняешь мы пошли пошли вперед двигайся то есть вот мусор натуральный мусор в зэковской форме гафаров этот вот этот педофил как его там короче как-то близко к тексту гафар по моему фамилия маленький вот этот вот вурдалак вурдала чьи рожа это была такая провокатор что вот все сидят шьют он между рядов ходит проверяет там может подойти кому-нибудь за трещину дать чё кривая такая у тебя строчка давай переделывай представьте сидит мужик который до этого там три-четыре раза был в черных лагерях просто обычный порядочный мужик который в принципе за свою честь и достоинство всегда готов постоять но здесь он не может если он встанет даст ему в зубы он будет еще пять лет шить на этой машинке и будет еще пять лет получать за трещины от педофила который в черном лагере первый же день по заезду по изоляции если он куда-то попадет на пересылочку или какой-то отстойник с людьми и узнаешь что у него там 132 тут же ему хребет сломают а петушатник это его родной дом а тут это дыра почему-то ходит по рядам и раздает мужикам за трещины 228 контингент осужденных примерно такое знаете на дальних командировках есть тенденция кучковаться по землячеству и у меня там москвичей в башкирии не было было двое дмитровских дмитров это как бы принципе моя вотчина у меня отец дмитровского района там куликовое село как бы все родственники мы все могилы моих родственников там это ну как бы мое родовое гнездо бабушки дедушки прабабушки сну палка по отцовской линии все оттуда бабушка которая родилась в украине она тоже туда приехала жить и там она похоронена и там все и как бы дети живут и внуки и правнуки все это мое родовое гнездо его тут дмитровские двое за один такой обожженный не помню я погонял ни одного не второго одного то ли капитан то ли майор какой-то ну по фамилии майоров ли что такое оба по 228 один один другому продал героин и приехал вместе с милицией то есть он его подставил сам уехал там на два года а тот на 8 до и они попали в одну командировку и знать вот это ваш башкирская вот эта зона это бать квадрат такой жилка это большой квадрат плац забетонированный бетонные четыре барака со всех сторон стоят и поэтому плацу все туда-сюда ходят ну когда свободное время и вот эти два крендели все время вместе вроде земляки из дмитрова я же не сразу там узнал встречаются обнимаются там братан что там че че куты нету дана заварочку а потом я узнаю этот этого сдал и они теперь вместе сидят тому еще сидеть на пять лет больше и они целуются каждый день одна из самых трэшевых историй я ее как-то вам пересказывал но сейчас напомню освежу вашу память естественно что все эти козы преследуют одну единственную цель которую преследует любой наркоман побыстрее дотянуться на наркотиках опыт употреблять наркотики в лагере не было возможности ни у кого даже у самого блатного козла не было если вдруг всплывала такая информация то там очень жесткие дисциплинарные меры его разжаловали там отправляли на ипк тег набили били никто не смел употреблять но все об этом мечтали а чтобы дотянуться на наркотик который вот здесь за стеной стоит дом в котором три барыги живут и надо же как-то туда попасть для этого нужно работать на администрацию помогать отжимать квартиры там помогать там не знаю составлять протоколы на на всякие разные нарушения правонарушения осужденных и вот один дошел там до того но с ппшник или сэдпшник ему начальник оперчасти говорит со слов конечно я не слышал это это история из уст в уста в лагере переходил что вы сказали слушай другом на тебе до уда не хватает одного хорошего рывка давай какой-нибудь одно раскроем дело одно уголовное и все и мы тебя тут же вот слова офицера мы тебя отпускаем будет а что сделать он говорит ну позови как кого-то на свиданку пускать и наркотики принесут и как бы мы его там примем а тебя на следующий день мы ну как бы представляем на удо и он на на это действие сгоношил свою родную мать его мать пришла на свиданку принесла ему наркотики и и там арестовали а его через месяц отпустили это зарисовочка про облик и морали то есть что насколько какое-то гадское место как гнилое тухлое продажные даже не знаю у меня эпитеты закончились я бы сказал что петушатник скажу спросите а чё ты там тогда сидела ты кто тогда ну это реально петушатник вот дырявый дырявый петушатник я такого даже в страшном сне не мог представить что может в одном месте собраться столько бледей гадов пидорасов и и и при этом еще там что-то мурчать фырчать сдавать друг друга психологически это ну я не знаю такой прессинг круглосуточный даже во сне ты никогда не отдыхаешь ты всегда в напряжении у меня был там один близкий юра рыбак краснодарский краснодарские лагеря все черные естественно всю жизнь там сидел в черных лагерях это же он на муркатесе ехал до момента поступления вот командировку я с ним чаще всего общался но мы с ним разговаривали глазами там всегда кто-то подслушивает там всегда кто-то доносит мы с ним просто переглядывались вот это был единственный человек который меня понимал просто взгляд мой понимал чтобы немножко разрядить обстановку я всегда какой-нибудь я же запоминаю какие-то юмористические моменты у меня плохое все перечеркивается я почему-то когда вспоминаю этот момент я тоже возможно уже его рассказывал да рассказывал но я все время истерически ржу там был такой у нас начальник отряда лейтенант он наверно был метр два ростом совсем худой и у него типично татарское лицо такое было знаете чуть-чуть узковатые глаза какой-то такой вещь шилом бритый вот он весь двухметровый какой-то из сагбенный такой и он все время с какой-то папочкой ходил и молчал вот знаете я не знаю что должен делать начальник отряда но вот это был просто статист какой-то он он ничего не делал он ходил с этой папкой туда-сюда и везде молчал и он был безобидный абсолютно я не видел чтобы на кого-то нападал кого-то куда тащил какие-то рапорты писал не у такой и он у нас он нас в наш отряда выводил на промку на швейку в том числе и его как-то раз он приходит на швейке на швейку и самом конце цеха за пуговичной машины сидит дед такой лысый мы с ним тоже дружили он никогда не мурчал не блатовал обычный деревенский татарин хороший такой он видно что не алкаш такой спортивники лет 65 его было все время на позитиве такой добрый там ничего не откажет никогда не сдаст не ну то есть ну хороший дедушка такой и фамилия у него был хуснеяров и он самом конце цеха сидит а я в самом начале за машинкой ко мне вот этот мотыль подходит вот этот начальник лейтенант начальник отряда вот этот вот и говорит осужденный а вы не подскажете как вот того лысого осужденного фамилия я такой поворачиваюсь через весь цех смотрю ну про кого он спрашивает ну и вижу что мы этот дед а я его фамилию забыл я говорю у него фамилия это хуй с ней хуй с ним будет ну хуй с ним я группу снеяров приблизительно через полгода моего отбытия в этом ужатники у меня появилась я я я наблэндил одну короче себе это самую золотую жилку марат фадимович там кто-то со свободы шевелился кто-то чё-то я не знаю каким образом он вышел но он ничем не примечательным маленького он был завхозом на усиленном режиме и тут он как-то стартанул видимо в подачи какая-то была со свободы то что отец летчик международник он сам в уфе родился этот марат и как бы из-за него видимо он стал протеже чем-то и его освобождается нарядчик который бывший положенец и нарядчиком становится марат фадимович чтобы понимали на промке прям рядом со швейкой цех помещение ну там короче ширпотребка там у него всякие лежат нарды там очень все что делают зеки у него там лежит это все поставляется в магазин он за этим в основном там присматривают это денежная тема такая одна из один из ручейков финансовых для администрации и он там смотрящий за за всем этим делом короче нарядчик и у него для того чтобы рассчитываться с этими ширпотребщиками в его в его кондейки а кондейка больше чем мой дом в четыре раза стоят сундуки реально сундуки и прям такие резные в одном сундуке там сигареты в другом чай индийский там в третьем кофе и у меня ну отпал в короче это самое надобность где-то что-то зарабатывать искать я просто не знаю с ноги открывал дверь я как-то его за своего просто принимал не знаю что ну хороший парень я дед он тоже никогда никого там не сдавал не морщал не фурчал я не видел чтобы он на кого-то там наезжал кого-то там в милицию сдавал он занимался своим делом там да и как бы и он такой молчаливый спокойный как бы ну и прикольный такой короче тип тип был марат фагимович из хаков и он снабжал меня чаем сигаретами и кофе то узнал в каком я бедственном положении нахожусь никогда не отказывал ну я как кажется совсем часто не наглел но когда вот у меня совсем прям крах я приходил к нему мне прям насыпал на чтобы понимали это это не знаю это богатство по тем в тех условиях в тех при тех обстоятельствах килограмм индийского чая там и блок сигарет мальбро это то же самое что если мне сейчас там ну я не знаю какой-то автомобиль него со стенда из автосалона сказали на забирает твой ну и все так длилось самое страшное было зима это то есть к этому холоду к этому голоду прибавился холод постоянно мерзнешь если все время выгоняет на улицу и ты все время стоишь или в подъезде или где-то то есть швейка это был такой спасительное место где можно было в две смены греться не работать две смены ничего за это не получаю но хотя бы в тепле нет нет там чайку подваришь раздражало вообще все вот там играла громко на весь цех играла радио одно и то же то есть песни периодически повторялись и вот это дежавю если я сейчас слышу какую-то из тех песен которые в то время капала мне на мозг на протяжении дом года с лишним год и два месяца там по управил у меня прям начинается рвотные позывы мне плохо я помню что одна из таких песен было зачем она тогда сказала ему да все вот я готов прям не знаю взять охотничий нож и располосовать какого-нибудь представителя администрации это просто невыносимая пылью если я не знаю исправляет от колонии кого-то или нет люди психологии во-первых люди теряют ночью в черном лагере человек отвечает за свое достоинство за человеческое за мужское достоинство за свою честь он обязан постоять а здесь тебя просто смешали с говном с пидарят ником из петушат ником с гадюшником перемешали перетоптали перемяли и все те кто для кого до этого слова честь и достоинства не было пустым звуком они просто переломлены и ходят они сломлены они сломаны и это раненые навсегда души уже рассказывал про эту зарисовочку из этого ужатника освобождается человек выходит в город находит знакомиться на улице с девушкой уже под подшафе берет еще вина идет к ней в гости они садятся распевают это я про то какие это может может вот это вот то что на ком с аккумулировать то что сгенерировалась вот эта вся отрицательная энергия вся эта злоба и ненависть которую человек не может выпустить а вынужден терпеть и вот щелкнул карабинчик на ошейнике он вышел в город познакомился с девушкой пошел с ней распевать лишнего выпил у него открылись эти чакры сатанистские кто-то там что-то слово за слово сказал что мы сейчас милицию вызовем или что-то такое вызовем милицию это значит опять я вернусь в этот лагерь откуда я только сегодня вышел и он убил всю семью он убил всех бабушку дедушку маму папу эту девку и даже балон баллонку и стыкал ножом просто зверски он всех вырезал там вот что вот как исправляет башкирской командир у меня все двигалось как-то в одной паре какие-то изредка я закусывал 100 санитаром там то смен элемент отряда то мин зоны периодически меня таскали на эту прогулку на прогулке этот как его назвать то начальник зондеркоманды по по усмирению непокорно был хохол всю мою бытность он так и был маленький сажен в плечах спокойный как удав который перед тем как тебя начать бить после того как снял с тебя теплое белье он говорит таракан ничего личного просто бизнес и начинал долбить потом но это как бы недолго длилась я и с ним как но нашел там какие-то точки соприкосновения я не знаю он этнический хохол родился в уфе но наверно он украинский язык знал и когда он если сильно меня начинал бить например папа пробивал мне печень там дали куда не вы хлопец скажите что у меня сало и он начинал ржать короче переставал меня бить потом он вообще меня перестал бить а потом даже на растяжке не заставлял вставать я просто стоял все это длилось ровно до того момент пока я перед новым годом не узнал что вышли какие-то поправки в уголовную или уголовно-процессуальный кодекс и все у кого кто ранее был осужден по особо тяжким статьям автоматом у них если пишешь ходатайство в суд по месту осуждения тебе автоматом от этого срока который ты отбывал по особо тяжкой статье при любом раскладе автоматически убирают два месяца а эти два месяца для меня были спасительные для того чтобы отвалилась куда я не доходил ну то есть не доходил вот этот срок условно-досрочное освобождение по-моему дней 10 10 дней мне не хватило чтобы мой срок был год и 8 они 4 и 9 там я сейчас уже не помнится тут не в этом короче три года у меня отвалилась до три года мне был у добавили оттуда и и год и 8 был за кражу срок то есть 48 был срок вот там 48 я бы не выжил вдруг я пишу это ходатайство там отваливается у меня эти два месяца в тульском областном суде я пишу в московский областной суд меня значит назначают на этапирование что-то они там растянули это удовольствие то есть по факту мой срок уже закончился а меня еще даже не вывезли ну и так далее дальше я вам уже рассказывал вот каким-то не знаю вот чудом я оттуда соскочил пробыв там ну какое-то время я сидел в сизо какое-то время двигался там по этапу и в этом лагере если его можно назвать лагерем я провел год и два месяца которые я сейчас без преувеличения без бравады говорю я лучше десять лет на азанке бы просидел чем один год вот в этом пидорятники марата фагимович по освобождению я пытался найти где-то в соцсетях он тоже освободился я нашел его бывшую жену которыми я тут же заблокировал почему-то я спросил где марат и попал в баню за вами в баню за баню короче липовые лилины его это зовут вот его я так и не нашел если бы нашел ну я бы наверное попытался как-то отблагодарить и не только теплыми словами потому что в сап самые лютые времена этот человек который стал нарядчиком и который выдавал себя на матросской тишине за блатного и вместе с ними кололся героином как бы он оказался вполне себе порядочным пацаном от которого никакой гнили не исходил и и который который меня в самый трудный период поддержала я смог там просто выжить насколько я понимаю как бы вот эта пенситарная система в россии с тех пор начиная с тех пор с тех времен про которые я рассказываю там девяносто третий год и по сегодняшний день она претерпела колоссальные изменения колоссальные вот то что практически все лагеря вот так вот перемололи переобули работала целая система вот это фарш мейкеров который просто не знаю вот приезжают какие-то северные командировки не важно там нижний варциск еще куда-то берут прям пятерку блатных самых отчаянных и заказывают на этап везут их куда-нибудь через пересылку там омск например си-3 и из этого си-3 с нами вот кстати на и пк т в башкирии как на распределительном пункте вот в этом были три чеченца они сели они сели в поезд в омске потом с нас нашим этапом они вот эти три чеченца они с нами три дня в столыпи не ехали и три дня на и пк т сидели и из этих трех чеченцев не ни один ни разу не сказал ни одного слова они просто стояли и молчали они смотрели в пол вы глазах были слезы и они не разговаривали они просто молча стояли все эти шесть дней в прошлые в те времена девяносто третий год там и по двухтысячный в среднем в россии миллион человек сидела ну там тысяч сто или двести каждый год освобождалась и примерно столько же заезжала миллион человек сидела в лагерях из них процентов 10 было блатные я думаю что из этих десяти процентов девять с половиной перемололи перемололи именно таким жестким способом либо в петушатник либо в козлятник либо инвалид и если инвалид все равно петушатник то есть кто-то погиб я думаю таких было очень много и как бы пролились просто реки крови и нормальные человеческие людские командировки превратились вот в это вот в это нечто подобное я не знаю скоро будет как в америке я смотрел документальный фильм в америке где-то там в пустыне невады палаточный городок и у них там короче добавляют срок если найдут бычок а потом их закалывают кандалы наручники на ножники в цепях ведут в город в оранжевых комбинзон и они там эти бычки собирают обязаны все сдать если хоть один найдут в палатке то добавляют год к сроку и вот там заходит офицер они вскакивают как на особом режиме руки за голову начинают гавкать скоро у нас такое знаете тюрьма это отображение того что происходит на свободе поэтому в принципе мониторить несложно то что происходит у нас в россии отображение это в маленьком мы имеем в пеннистарной системе есть о чем задуматься и уж во всяком случае есть железный повод туда больше никогда не попадать или переехать нахер куда-нибудь отсюда другую страну если вы прониклись сочувствием пережил вот этот весь ад пришлите денег на сено озонбанк через систему быстрых платежей привязан к номеру телефона номер телефона ссылочки под описанием да еще знаете про кого я по скрипту вставлю забыл рассказать был такой дед у нас в отряде ему на вид был там ну уже лет под 70 80 а выглядел он на все 90 он бухал у нас был его односельчанин по-моему так кстати санитар отряда и был его односельчанин только санитару был 20 лет а деду уже там под 90 сэйфулаев или что такое сэйфула короче погоняла на свободе он пас коров и каждый день бухал этот санитар рассказал историю что один раз и он ему пьяному привязал хвост от мертвых от быка там и и он возвращался восьмерками домой за ним волочился этот хвост так вот этот дед этот был единственный человек в лагере который мог прям во весь голос орать матом на хозяина лагеря на любого на мент отряда мент зоны там кого угодно то есть вообще спуску не давал никому чуть что он начинал орать ты че ты охерен это был единственный и поэтому я естественно этого деда любил это был такой этнический четкий татарин прямо с татарской с такой запилом с таким и и он всегда на всех орал на прогулку его там изредка водили но там его никто не трогал ну просто уже как бы по годам общая ему все время скачуха была притащить на вахту ладно ладно дед иди а там кругом татары вот обзыком обзыка там он начнет по-татарски на них орать и они его отпускают короче вот этот дед был и еще что хотел сказать ну по отбытию из этого гадюшника знать там на всех заборах написано энергия я рамой я раму это запрет энергия рама это значит проход запрещен так вот по-башкирски написано на всех заборах у меня распирала желание оставить там большую надпись черной краской написать минбул дыманда про инвалидность там были сомневающиеся как так там надо ну там в автеке и все такое ну я сейчас расскажу как инвалидность я добился следующим образом у я с детства страдаю бронхиальной астмой раньше это заболевание соответствовал третьей группы инвалидности то есть я не получал это инвалидность никогда просто время не было по этим фтакам мотаться сейчас она по моему уже не соответствует но раньше соответствовала естественно нафтек там никто не отправит или если отправит это долго и мутерно но я в санчасть предоставил документ что 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 у меня бронхиальная астма соответственно после осмотра они тоже подтверждение нашли и И мне выдали справочку, ну просто из санчасти, что я инвалид третьей группы и в соответствии с этой справкой я мог не передвигаться в общем строю. То есть строй с песнями ушел, а сзади идут калики и один из них был я. А дедушка Сайфулу иногда приносил гармошку и пел татарские песни. Когда я спрашивал кого-нибудь из татар, кто рядом сидит, о чем песня, в принципе смысловая нагрузка была приблизительно плюс-минус одна и та же, как Ауси и Литер. Я еду на коне, конь мой вороной, жена меня дома ждет, поля, степь большие, в общем такой короче перевод, все песни одинаковые. Еще я считаю немаловажную зарисовочку такую, с учетом того, что вся колония сидела по 228, распространение наркотиков на тот момент в Уфе осуществлялось посредством ФСБ и МВД. То есть московские фэшники приехали туда, раскатали этот клубок и позакрывали кучу народу в погонах. То есть действующих сотрудников отдел по борьбе с наркотиками, как он раньше там назывался, я не знаю, и ФСБ. То есть все силовые структуры Уфы и Башкирии принимали участие в распространении наркотиков и их там всех москвичи хлопнули. А соответственно все, кто сидел в лагере по 228, это были их шестерки.